МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в начале недели это место на территории Богородицкого монастыря выглядело совсем по-другому. Здесь как раз только начинались работы над грандиозным проектом воссоздания собора Казанской иконы Божьей Матери. Сейчас на площадке уже развернулись полноценные археологические раскопки. Исследования дали первые плоды. Мы начинаем оконтуривать руины храма с восточной стороны. Сейчас уже открыта алтарная часть. И сейчас двигаемся по контуру, пытаясь оконтурить и дать для строителей уже габариты их будущих строительств. Кстати, фундамент местами не поддается даже спецтехнике. Таким крепким был известняковый раствор, замешанный на яйцах. Конечно, кое-где он разрушен, поэтому станет лишь исторической частью в основании нового храма. Это вот копейка 1824 год. Это советская двушка 1931 года. Тоже какая-то. Это вот 1700 какая-то серебряная. Это улов археологов за пару дней. Несколько монет и осколок серебряной посуды. На основные работы у специалистов месяц. Правда, потом все время строительства они тоже будут находиться на площадке. Есть надежда найти действительно уникальный артефакт. А вот большая железка тут. Перегрузка. Конечно, все мечтают найти закладную пластину. Говорят, она из цветного металла и весом до 70 килограмм. Где-то здесь, под фундаментом, при строительстве храма в конце 18 века, она была заложена. Вот. Было бы неплохо ее обнаружить. У стен Казанского Богородицкого монастыря всегда стоят туристические автобусы. Сотни паломников со всех концов страны и из зарубежья каждый день приезжают сюда, чтобы увидеть Казанскую икону Божьей Матери. И, конечно, побывать на священном месте ее обретения. Именно здесь, по преданию, и произошло настоящее чудо. Однажды в летнюю ночь о дочери воеводы Стрелецкого приснился сон. В ней явилась Богородица и сообщила, что на месте пожара она, если будет ее искать, то найдет ее светлый облик. В 1579 году на месте обретения был основан Девичий Богородицкий монастырь. Возвели и первую деревянную церковь. А уже в 1798 году заложили первый камень в фундамент нового храма. На церемонии присутствовал лично император Павел I. После революции судьба собора сложилась плачевно. Какое-то время в нем был музей, а потом и он оказался ненужным. Коллекция была по описи передана в Центральный музей, нынешний Национальный. Начался разбор помещений, сдача влом колоколов. И в 1932 году храм разрушили. А в 1942 на его месте основали казанскую табачную фабрику на базе, эвакуированной из Ленинграда. Там выпускали знаменитые сигареты «Идель». Собор будут восстанавливать со всей исторической точностью. Благо, осталось немало документов, на которые можно опираться. Сам храм находится в буферной зоне Казанского Кремля, а потому работы ведутся под контролем ЮНЕСКО. Это очень строгий контроль. Во-первых, создана комиссия при Министерстве культуры Татарстана, которая занимается предварительным контролем, потому что будут представлены все документы в ЮНЕСКО. Потом сюда обязательно приедут проверяющие, которые должны будут сказать, так ли все сделано, не так ли. То есть мы делаем на основании мирового опыта. Это не какая-то наша местная инициатива. Именно поэтому нельзя говорить, чтобы сделать немножко поменьше храм или побольше, или какие-то детали упустить. Так нельзя. Будет сделано все так, как было до революции. То есть к тому моменту, когда храм функционировал и был в целости и сохранности, сейчас будет в точности такой же храм. Предварительные сроки воссоздания собора три года. Ведь вся работа именно тот случай, когда торопиться не нужно, настаивают историки и археологи. Это место таит в себе еще немало загадок. Это место ведь очень важно для любого христианина, но и для мусульман тоже. Потому что Марьям, которая являлась здесь для мусульман, так же важна, как Дева Мария для христиан. И мы должны очень тщательно проверить всю территорию на предмет каких-то находок. До этого, кроме того, здесь были всякие события печальные. В частности, Пугачевский бунт. Здесь убило очень много народу, который захоронен. Здесь было время репрессий 30-х годов. Мы до сих пор не знаем до конца, где община этого монастыря, где она была расстреляна. С восстановлением собора Казанской иконы Божьей Матери сюда, как говорят специалисты, потянется еще больше паломников со всего мира. Казань – место первого явления Богоматери. И это признают все христианские конфессии. А пока в татарстанской столице ждут следующие значимые даты в истории. 21 июля в основании храма будет заложен памятный камень. На церемонию приедет патриарх Кирилл. Храм, если его сделать, то он будет примерно тем же самым, что храм Христа Спасителя в Москве. То есть это уже объект нашей эпохи будет. Но, правда, поставленный на священном месте. И он будет овеян все-таки теми событиями, легендами, той верой, которая к этой земле привязана. Бывший семинарист, а затем атеист Сталин, когда понял, что трудновато одними человеческими усилиями победить и удержать Москву и Россию, Советский Союз тогда. И он, официальный атеист, принимает решение, есть твердое предание, что на самолете облетает Москву и Ленинград. И почему так важно воссоздание данного собора? Потому что это является свидетельством того, что мы не просто чтим, не просто, как говорят, ну толерантно ко всем относимся. Мы одна семья. А потому и скинуться на храм нужно дружно. Финансирование будет за счет средств фонда возрождения. Деньги пожертвуют ведущие компании и предприятия. Казанерксинтез, КМПО, ТАИФ. Значит, я попросил, вот, Альберт Кашавыч, вы крупнейшая компания в республике, тоже, как вы, не много ли мы на себя берем, как вы сможете быть нашим подспорьем в этих больших делах. Мы сегодня поддерживаем и примем посильное возможное участие в реализации данных проектов. Надо там одну сорокую сюда, там одну десятину сюда, от процентного отношения. Я вот уже пересислил меру своих возможностей и сюда, и туда. Поэтому призываю тоже. На восстановление храма нужен миллиард рублей. Именно эту цифру в итоге назвал митрополит Феофан. Хотя бывший мэр Казани Камиль Исхаков оценивал работы в 10 миллиардов. Владыка же недоумевает, почему всех интересует именно денежный вопрос. Привыкли все о стоимости говорить. Это все пустой разговор о стоимости. Вот начинайте первые жертвы, вот и стоимость будет уменьшаться. Часто подводят так. Сначала 10 миллиардов, потом начинает хайп поднимать. Ах, вот, ну как же, ведь кризис, а мы там думаем что-то. Оставим за скобками. Стоимость – это совесть наша и правда. Ясно? Продолжение следует...